Всем доброе-доброе утро! Сегодня 2 апреля 2022 года и мы с нашими чихуашечками, со взрослыми и подросточками передаем вам всем большой привет. И чайкуся всем говорит добрый день с пожеланиями всего самого доброго и наилучшего мирного неба над головой и любви, радости и улыбок. Сегодня суббота. Пойдем гулять. У нас в Крыму 21 градус тепла, поют птички, настоящая весна. Есть только такой минус очень сильный. Вот порывистый ветер. Поэтому прям гулять хорошо, когда нет ветра. По периодам так сильно прям вот просто аж все летит. Поэтому я даже двери позакрывала в вольере, чтобы не поотрывала. Да, чекусенька с нами вышла гулять. Ну что, мои любимые друзья и подписчики, всем привет еще раз. Вот так космосом говорит Гавгав. С нами гуляют все-все-все. И Рошель, и все мамочки, и Жасминочка. Наконец в нашем питомнике позаканчивали стечки. И теперь все собаки могут независимо там кто куда. И в общем гуляют все вместе. Сейчас я вас угощу. Они все ждут. Мне же надо было их собрать, потому что они любят бегать кто куда. Так, чтобы вам передать приветик. Чекусенька, иди к нам. Вот. Ну все уже знают, что у нас произошли огромные, огромные перемены в клубе, говорю, в нашем питомнике. Так. Отвлекаюсь иногда, потому что отвлекают собачки. Тут ветер подул. Упали наши вкусняшки. Сейчас я вам их отдам. Так. И так в нашем питомнике произошли новости и перемены. У нас приехали щеночки, алиментные и не алиментные детки, которые будут жить у нас в нашем питомнике. Наш Майбах выставлен на продажу. К сожалению, приходится расставаться, потому что пока он молод, пока он, как говорится, еще прекрасно сможет привыкнуть к новой семье. Любовь и ласка. 10 месяцев это вообще идеальный, скажем так, возраст. Собака готова. Бери, люби, гуляй. Воспитан он очень хорошо. У него хороший характер. Вот. И сразу хочу еще раз ответить тем комментаторам, которые мне написали, как я смею отдавать собаку, что он теперь бракованный. Ну, во-первых, визуально в нем никакого брака не просматривается. Минимальный порог прикуса, который виден только эксперту и очень-очень сильно разбирающийся, может, человеку. Учитывая, что мы всегда выбираем кобеля только лучшего для улучшения породы, значит, посредственных кобелей в разведение лучше не пускать. Даже если бы у него, ну, вообще, как бы у кобеля, я не говорю непосредственно про какого-то конкретно, ну, недостаточно что-то в породе, ну, в породных данных, то такого кобеля лучше не пускать в разведение. Если у кобеля есть дефект прикуса, который совершенно не мешает ему прекрасно жить, вообще замечательно, там, может, какой-то миллиметр, мы об этом уже много раз говорили, то зубик куда-то в сторону может вырасти у собаки, недокус, перекус. Кому интересно и заинтересует, на самом деле, майбах, я сниму видео, покажу, в чем суть. Вот, ну, ходить, рисковать на выставке с таким прикусом я не стану. Зачем? Какой смысл? Я прекрасно разбираюсь в породе Чихуахуа и вижу, что там недостаток. Почему мне тоже написали, почему вы раньше, что ли, не заметили? Нет, представьте себе, вот вам порода Чихуахуа. Он приехал ко мне с идеальным прикусом в три с половиной месяца и, в принципе, у него все было идеально до последнего буквально месяца два-полтора, когда я стала обращать внимание, что что-то идет не так. Очень сильно надеялась, что обойдется, но пока улучшений не вижу, нет смысла ждать, вот, потому что в этом возрасте уже ближе к году мы планируем развязывать кобеля, то какой смысл его развязывать, если тут такая пошла ситуация. Поэтому мы с Майбахом ищем самую ответственную, благородную, без финансовых и каких-либо проблем семью. Мальчик продается дорого, в принципе, если у него некорректный прикус. В остальном он невероятный красавец, невероятный. Родители у него чемпионы, он прекрасно выращен, на самом лучшем питании. Я ему уже успела оформить родословную и даже записать на выставку, то есть оплатить ее. Поэтому вложено в него немало сил и оставлять его в любимце я не буду, потому что еще тоже ответ, еще раз отвечаю людям, которые мне написали, а что ж теперь он вам типа не подходит, чего нельзя просто так любить, можно. Поэтому мы ему ищем любящую, прекрасную семью. У меня для любви и обожания есть мои пенсионеры, такие как вон Рошель ходит, царица постепенно. Мои собаки, которые со мной живут много лет, каждая выйдет на пенсию и мы вот как раз у нас есть кого любить. Потом у нас всегда есть щенки, есть кому отдавать любовь и заботу, уж поверьте, у меня просто дни летят в заботах, хлопотах, в любви и во всем. Поэтому мне есть кому отдавать любовь и мне бы очень хотелось, чтобы Майбаху досталась очень любящая семья, которая уделяла бы ему больше времени, допустим, чем я. Вот все консультации я обязательно дам, доставка по России есть. Майбах абсолютно здоров, активен, он хорошо, то что мне кто-то писал, его наверное мальчишки обижают, ну мальчишки есть мальчишки, у нас все собаки друг с другом выясняют отношения. Это стая, вот поэтому он младший кобель, вот он красавец, кто-то там увидел грустинку в его глазах, ну да, рассмотрели уже грустинку, ну так можно в любой собачьем взгляде разглядеть грустинку. Вот такой красавец, вот он в поисках самой любящей и ответственной, без финансовых проблем семьи. Вот такой красавец, вот такой вот невероятный красавец. Уложили тебя на солнышко, ну позагорай. Вот такой вот мальчик. Поэтому, уважаемые подписчики, не подписчики, гости канала, во-первых, я как заводчик и владелец питомника, сама принимаю решение, как мне поступать. Во-первых, во-вторых, очень приятно слышать добрые слова поддержки и понимания. Ну я попытаюсь и объяснить, что и почему и как. Почему я тогда поступаю с Майбахом, на чей-то взгляд очень, как бы, плохо, да, но я здесь не вижу ничего плохого. От нас вот уехала Ванесса в работу. То есть это молодые собаки, которые приобретены в наш питомник или родились в нашем питомнике для продолжения моей работы, вот, для улучшения породы Чухуахуа. И еще раз повторюсь, кобель должен быть идеален. Поэтому он идеален, должен быть во всем. Поэтому, если девочкам мы можем какие-то там попущения сделать, то кобелям для вязки нет. Для любви, обожания, пожалуйста. Вот, потом, еще раз повторюсь, что некоторые питомники, да и вообще люди продают собак. И после уже их племенного использования, там может быть и два года, и три, и пять, и шесть. Здесь тоже вопросы, люблю, не люблю, почему нельзя оставить, если, допустим, девочка ушла из разведения, да, почему ее кастрировав, там нельзя, допустим, оставить себя в любимце. Поверьте, заводчик знает, кого себе оставлять. Возможно, характер тоже в какой-то мере не устраивает, потому что есть, которые собаки между собой, как бы, не очень хорошо дружат. Допустим, у меня есть возможность разделить собак, да, по вольерам. У кого-то нет, возможно, они живут вместе. И поэтому, ну, у каждого своя ситуация. Да, поэтому здесь кого-то осуждать, правильно или неправильно, я считаю свое решение абсолютно верным и правильным, потому что молодой, красивенный кобель. Есть вероятность, совсем небольшая вероятность, что у него все-таки справится прикус, потому что на то это порода ячихуахуа, о которой мы постоянно говорим, что все может быть хорошо потом. Ну, у них очень гуляющий прикус, ну, если говорить о прикусе, да, есть вероятность. Ну, нам в этом возрасте, еще раз повторюсь, уже пора идти на выставку, открываться для разведения и ждать, как бы, еще год, мне, ну, нет никакого смысла. Вот, поэтому, поэтому малыш выставлен в продажу. Для тех, которые меня спрашивают, почему так дорого, вот, мои дорогие такие цены. Я его покупала за эту стоимость, плюс еще сколько я в него вложила, и я не дешевле его продавать не буду. Опять же, если человеку дорого, не берите, не покупайте. А как же вы будете содержать собаку потом и от того, что он не пойдет на выставки, ему также нужно кушать, также нужно внимание и амуниции, и какие-то лежаночки, мисочки, тарелочки. Вот так вот они раскайфовались уже на солнышке. Вот такие вот. Я вам даже больше скажу, что каждый кобель, приобретенный в моем питомнике, ну, кроме Филиппа Первого, был под наблюдением какое-то время. И Космоса точно так же, при смене зубов мы к врачу его водили, выдирали ему зубы, потому что там мог испортиться прикус. Вот, и Елисей точно так же, у него была та же ситуация, у всех разная, но она была, и, кстати, между прочим, именно с зубами, что мы долго наблюдали, следили, чтобы там все вышли. И зубы, как положено. И каждому своему кобелю на ушко я сказала, ну, не выйдет правильный прикус, придется тебя пристраивать, продавать. И это нормально для питомника, мои дорогие, любимые друзья, подписчики и просто гости канала. Хотите вы это понимать, не хотите, понимайте, как хотите. Но уж поверьте, любви у нас в питомнике, так понятно, предостаточно. Вот, ну что, вот опять Джаконда нашла улитку. Нет, моя дорогая, не надо. На, давайте покажем наши мордашки. Это Ярик и Джаконда. Это дети, которые в поисках папочек и мамочек. Им почти, Ярику почти 5 месяцев. Это уже полностью выросшая собака, больше он не будет. Это Алешенька передает привет своей маму, или хороший мальчик. А также Язик у нас. Язик продается совсем недорого. Готова рассмотреть его, ну вот вообще недорого, 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 но только для друзей и подписчиков нашего канала. Опять же, без людей, без финансовых проблем. Я его отдам недорого. У него есть дефект прикуса. Хвостик у нас, колечко, мушки у нас плохо стоят. Но это невероятный, красивый, с лиловым носиком и глазками малыш. Возможно, у него уши... Вот, смотрите, я ему подклеиваю, они у него стоят хорошо. День-два, потом падают. Если над ними я вот, он будет у меня жить, я буду клеить, я их поставлю. Но у него очень мягкая кожа, мягкий хрящ. И вероятно, что у него могут нехорошо стоять уши. Поэтому вот с букетиком таких недостатков, но с прекрасным характером, мягусенький, лоскусенький мальчик продается недорого. Очень было бы хорошо, чтобы там второй собакой в семью, может, кто у меня уже брал, напишите мне, я его отдам за половину стоимости. Но только, да, с головой, с тем, что вот эта собака вам нужна. То есть дешево. Это не говорит о том, что я отдам кому-нибудь, а вы там поиграетесь, и вы потом выкинете. Почему я вообще в принципе не продаю собак дешево? Посмотрите на этого космоса. Космос! А ну слезь! Филипп воспитывает, воспитывает Майбаха. Филя, ты всех воспитываешь? У нас сейчас теперь такие прям переселения. Мальчишек Жорика и Филю я забрала домой. У нас сегодня уже, так как течки позаканчивались у девчонок, я поменяла всех местами. Жива тоже пошла уже в вольер. В нашей ясли я теперь вообще в принципе у нас там будут только дети. Вот, да, на данный момент наш питомник приобретены. Два мальчика Чихуахуа. И опять сразу предупреждаю всех наших подписчиков. Ну, кто там вспомнит потом, кто нет, это наша Рошель. Мы будем смотреть, эти мальчики приобретены. Они не продаются, они будут жить у нас. И это мальчики-однопометники. Вот. Один мне нравится больше тем, другой тем. Но они оба очень классные, прикольные. Мы будем смотреть, как они будут расти и развиваться. Если на момент их племенного возраста у меня не будет к ним претензий, они останутся. Может, что-то один из них останется. Может быть, даже ни одного. Поэтому будем вместе с вами наблюдать за ростом и развитие этих малышей. Значит, это бело-голубой мальчик по кличке Купидон. И лилово с белым мальчик Леми. Вот. Ну, вот так. Вот так вот, в принципе, всегда происходит во всех питомниках. И просто не все об этом рассказывают, да. Но жизнь идет дальше. Мне интересно получение хороших, интересных, красивых, здоровых собак. Со здоровой психикой собак. Вот тут у нас такие две овчарки. Это Кока и Юля. Вам нравится здесь? Мои вы, солнышки. Вот они любят в будке у Сабины. Да, девочки мои? Ну, хорошо. А это вот мама с папой. Мама с папой нашего Казановой передают привет владельцам Казановой. Мажорик, покажи нам свою мордашку. Мажор, вот такие вот собаки мои любимые. Ну, давайте еще одним глазком заглянем в наши ясельки. На этом я буду заканчивать это видео. Вот наши ясельки, вот наши детки. Всем приветик. Кому интересны щенки из питомника Костропула, спрашивайте. По каждому щенку есть индивидуальные видео, которые продаются. Вот они все. Мы сегодня уже нагулялись все. Кто-то спит. Кто-то вот тут меня рад, что я открыла все. Будем закрывать нашу сокровищницу. Наши ясельки. Еще раз хочу всем пожелать доброго дня, прекрасного настроения. А мы будем сегодня гулять по возможности в 21 градус на градуснике. И очень, очень сильный ветер. Он ураганный прям. На самом деле все поразлеталось. Пойдемте, покажем. Пойдем, 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 мои хорошие. Покажу, сколько градусов. У меня еще очень много дел. Понабирать водички. Ой, ребят, вообще вот-вот-вот просто наступило почти лето. 22 градуса. Да. Я прям в шортах, в шлюпках. Все. В тупике. Началось вот такой вот сезон в Крыму. Все. На этом я буду заканчивать. До новых видео, до новых встреч. Всем пока. Еще раз приветик из домашнего питомника. Из нашего домашнего уютного питомника Кастропула. Кому интересно, оставайтесь с нами. Подписывайтесь на наш канал. Я есть в ютубе Чихуахуа Кастропула Крым. Также все работает прекрасно. В инстаграме. В инстаграме как-то так тоже все работает. Ну, что-то чуть поменьше получается у меня уже. Я туда выкладываю. Но тоже есть. Чихуахуа нижнее подчеркивание Краемья. Нижнее подчеркивание Кастропула на английском. Телеграм-канал Чихуахуа Кастропула на английском. И вот все больше стала я работать в ВК, в контактах. Екатерина Ковалева, Чихуахуа Кастропула, Симферополь. Так что добавляйтесь, друзья. Следите за нашими новостями. Всем пока. До новых видео. До новых встреч. С уважением, Екатерина. И всего вам самого-самого доброго.